Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Обратите внимание, что мы говорим уже о наступательной операции, а не оборонительной. То есть большая часть сил и средств Силы обороны Украины направлена именно на наступление. В направлениях Новодаровка-Приютная и Новоданиловка-Работина наши войска имеют успех. Наносят огневое поражение артиллерии по выявленным целям противника. Также мы успешно осуществляем на этих направлениях меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Украинские воины вели наступательные действия на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. То есть фланги Бахмута, наши войска продолжают продвигаться вперед. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. В частности, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, силами и средствами противовоздушной обороны, были уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» и семь ударных беспилотников типа «Шахет». Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа, вероятно, также дроны ударные. Все дроны были уничтожены. То есть мы их позбивали и сейчас там поиски обломков и далее выяснение типа дронов, которые применялись. Это очень важно для того, чтобы понимать картину состояния производства этих дронов или поставок этих дронов в Российскую Федерацию. Также в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марианском направлениях. В течение суток на этих направлениях произошло 38 боевых столкновений с сил обороны Украины, с силами оккупационных российских войск. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. И сразу скажу, чтобы далеко не заходить, никто там пока никакие лагеря не строит. От решения строить, имею ввиду Ваднеровца, от решения строить до втыкания штыка лопаты в землю пройдет определенный период времени. Ну никак не один час или полчаса, как у нас средства массовой информации уже говорят, что там все строят. Нет, там пока никто ничего еще не строит. И посмотрим, будут ли строить. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник, слава богу, в эти сутки авиацию не применял. Были артиллерийские и минометные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Наши войска, наши силы обороны ведут ответный огонь вдоль всей государственной границы Украины. Купенское и Алиманское направления. Здесь противник пытался наступать в направлении Стельмаховки, а также на Белогоровке и Веселого. Все атаки противника были отражены. И здесь надо отметить, что наша оборона держится довольно устойчиво и не дает возможности противнику продвинуться вглубь нашей территории. И это при том, что наши войска удерживают наступательные действия врага без привлечения дополнительных резервов. То есть теми силами, которые находились ранее на этих направлениях. Это архиважно в оборонительной операции на Алиманском и Купенском оперативных направлениях. Далее Бахмут. Тут противник пытался наступать в направлении Богдановки безуспешно, понес потери. Ну и далее мы имеем успех и продвинулись на южном и северном фланге относительно города Бахмут. В самом Бахмуте мы не ведем активных боевых действий. Там ситуация более-менее стабильная. Идут позиционные бои, перестрелки. Основные усилия мы прикладываем на севере и на юге от Бахмута. Что впоследствии должно привести, с одной стороны, к выходу наших войск на те рубежи, которые были до захвата большей части Бахмута расистскими оккупационными войсками. Ну и соответственно сам город Бахмут окажется в полуокружении наших войск. Поэтому нет смысла штурмовать полуразрушенный город в самом городе. Авдеевское и Марьинское направления. Тут оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского и в районе Марьинки. Это направление. Здесь мы ведем оборонительные действия, оборонительную операцию. И они продолжают пытаться атаковать. Бердянское направление. Тут подразделения силы обороны освободили населенные пункты Ровнополь Донецкой области. Войска имели успех на направлениях населенных пунктов Новодаровка-Приютная и Новоданиловка-Работина. Вот это то направление, где у нас за прошедшие сутки самый большой успех продвижения наших войск. Сейчас наши войска закрепляются вновь в занятых рубежах и вновь в освобожденных позициях. На Запорожском направлении украинские силы продвинулись на полтора километра вглубь обороны противника. Речь идет в частности об успешных наступательных действиях группировки войск Таврия на Мелитопольском направлении. Так иногда называют генеральный штаб. И Запорожское, и Мелитопольское потребляется и то название. Но суть это не меняет. Мы продолжаем здесь наступать. Ну и остается у нас Херсонское направление. Тут противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. К сожалению, ситуация с подтоплением территории на сегодняшний день позволяет противнику вернуться практически на те рубежи, где он оборудовал оборону ранее. Очень хорошо, что ее уже там нет. Ему надо начинать все с нуля. Но тем не менее, они подтягивают свои войска, подтягивают артиллерию, танки и продолжают обстреливать правый берег Днепра. При этом фактически от Никополя и до Херсона наносится огневое поражение на всю дальность достигаемости артиллерии противника. Мы ведем контрбатарейную борьбу и пытаемся противнику не дать занять рубежи на левом берегу Днепра. Там сегодня было анонсирование каких-то событий на южном направлении в районе Херсона. Пресс-офицер оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк сказала, что скоро будут очень хорошие новости. Так что ждем с нетерпением тех новостей, которые нам должны скоро объявить. А пока вот такая ситуация на Херсонском направлении. Далее. Населенный пункт Привиль Луганской области. Захватчики усиливают контрразведывательный режим. Прежде всего на выявление среди местного населения информаторов вооруженных сил Украины. Ну, здесь в принципе понятная реакция. Почему? Потому что они отступают. Постоянно им приходится отступать, откатываться назад. Мы выбиваем их. Они несут огромные потери. И, видимо, они не понимают, откуда такая точность ведения огня артиллерии. И, соответственно, пытаются найти информаторов или корректировщиков среди местного населения. Вот. Ну, допустим, вопрос того, что работает наша разведка, что есть технические средства. Видимо, это у них не возникает. Ну, в течение недели так называемый вот это... Мэр, так называемый Мэр или Гауляйтер, как мы любим это называть, назначенный расистскими оккупационными властями, некий Дудник, лично передвигался по улицам этого населенного пункта на оборудованном громкоговорителем автомобиле и угрожал и запрещал местным жителям общение с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории. То есть, вот так они проводят мероприятия, вот настолько они боятся успешного продвижения наших войск. Также это лицо угрожало местным жителям административной ответственностью за такие действия для женщин арест до 15 суток, для мужчин арест до 30 суток с изъятием имущества и средств связи. Вот такой вот, кто он такой, на каком основании они устанавливали там эти... Ну, это, в принципе, уже, будем говорить, юридические нюансы, но тем не менее. Вот такой террор населению они осуществляют, лишь бы информация о расистских войсках не попала силам обороны Украины. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и других важных целей врага. Субтитры создавал DimaTorzok